Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 31 августа, то есть последний день лета. Завтра у нас уже наступает осень. И в этот день, как никогда, хочется подвести какие-то итоги, пройтись по огороду, посмотреть, что-то проанализировать. Вообще дать оценку этому году, потому что сезон, можно сказать, уже закончен. И хотя у меня сейчас времени очень мало, и уборка урожая, и заготовка семян, но вот я стою сейчас на этом участке, где уже начала я подготовку почвы, несмотря на то, что времени совсем мало, я не забываю о подготовке почвы на следующий год. И смотрите, по размеру седиратов выросших, видно, что делается это по маленькой-по маленькой грядочке. Вот здесь уже большие, это самая первая грядка подготовлена, засеяна. Здесь у меня были высажены те томаты, которые раннего посева, которые остались от теплицы. Самые первые высадила, они самые первые поспели, все, грядка уже готова на будущий год. Но еще не совсем, еще будут процедуры некоторые. Вот это вторая грядка была убрана, это вот третья грядка. Тут только, видите, семена вчера рассыпало, еще ничего даже. А дальше идет лес густой, который нужно еще убирать. Конечно, все это поэтапно, никогда сразу весь огород не хватает ни времени, ни сил подготовить к осени. И видно, что там еще вот на бордюрчиках есть томаты, которые нужно собирать. Но сейчас я пройдусь по всему огороду и покажу вам, как у нас сейчас обстоят дела. Смотрите, такое солнце светит, так прекрасно все. Но я стою в шерстяных носках, и вот это солнышко, оно обманчивое. Да, днем тепло, днем хорошо, но ночью опускается температура до отметки 10, даже 8 градусов. Вот утром сейчас я вышла в шерстяных носках. Мэри, иди сюда. У нас Мэри выписали из больницы, я ей первый день разрешила выйти со мной вместе в огород. До этого она же дома жила, ей нельзя было на улицу ходить. Она у нас теперь, откармливаем ее. Посмотрите, какая худая наша Мэри. Мэри, она не ела 7 на 8 день, 7 дней не ела и не пила. Только капельницами ее питали, но теперь помаленьку приходит в себя, даже уже ходит по огороду. Все, сейчас мы пойдем, сначала заглянем во все теплицы. Мэри, пасись, сидираты, кушай. Это витаминки. Это же витаминки. Вот очень болела Мэри, очень. Это теплица номер 2. Здесь в первую очередь было все убрано, было проведено известкование, все. А вот эта вот прогулка Мэри обойдется мне сегодня дорого, уже порыла все сидираты. Несмотря на то, что в первой теплице я раньше все высадила и там можно было бы посеять, но там у меня раз эксперименты проходят, там я второй раз высадила молодые томаты, то вот эта теплица уже, вот эту горчицу можно уже кушать, употреблять в салаты. Вот это первая теплица, которая с подогревом. Тут я очень рано высадила, тут они очень рано уперлись в потолок. Я рассказывала летом, что они подгорели, у нас была аномальная жара. Тут они, конечно, вызрели в первую очередь, но я освободила только одну часть и она у меня никак еще, ни подготовка грунта здесь не проходила ничего, потому что я тут связалась, ну я уже рассказывала, с выращиванием через пасынок, с продлением вот этого. И там новые еще у меня томаты, короче, здесь ничего не сделано, я уже пожалела, что оставила все эти вот лес густой, эти насаждения, потом осенью будет холодно и будет некогда уже готовить грунт. Ну, теперь будем до конца ждать, что-то получится, пасынки вырастут мои или нет. И вот если посмотреть на все теплицы, ситуации совершенно разные. Если во второй теплице, там уже я посеяла сидираты, куда пошла? В первой теплице, у меня там еще через пасынок что-то растет, то уральская теплица... Мэри, то уральская теплица... Ну, смотрите, что творит, она там кусает что-то уже. Уральская теплица полностью еще зеленая, не то, что там посеять сидираты или что-то подготовить грунт, там еще вовсю идет созревание, формирование плодов. И я боюсь, что с этой суральской теплицей я надолго застряну, наверное, до самого мороза будут там плодоносить. Сейчас будет, если сильно холодно, закрою форточки, которые проветриваются. Может быть, на ночь буду закрывать двери. Раз там все растет и все цветет, пусть растет до конца. Я чувствую, там Мэри сейчас мне позгрызет все, пойду вылавливать. Также в чудо теплицы по-прежнему продолжается жизнь. Там еще зеленая ботва, еще томаты и зеленые есть, и спеют. Тоже сейчас во время холодов можно будет закрывать двери и дать возможность томатам полностью отдать свой урожай. Те заваленки, где росли скороспелки, помните, я вам показывала первые. Первые порадовали своим урожаем. Конечно, их уже давно нет. Времени нет еще грунт готовить. Тут на их месте выросли всякие сорняки. Пока что только грядки освободили. И то я просила сына, он мне помогал. Он тут покопал. Я сама пока еще копать некогда. Если бы я ждала себя, когда я освобожусь и выйду копать, было бы поздно. Боюсь, что начнется плохая дождливая погода, потом в грязи возиться. Короче, пол огорода уже выглядит вот так. Да, лето закончилось как-то быстро. С этой жарой не было ни минуты вообще свободной в этом сезоне. Потому что полив и капельный недостаточно было. А там капельный, где не проведен, там вообще и этими лейками, и шлангами старались поливать, чтобы хоть как-то дать растениям жизнь. Вообще это лето, да, этот сезон. Каких только слов я к нему не применяла. И аномальный, и парадоксальный, незаурядный, нестандартный. С одной стороны было хорошо, что не было сырости, не было гнили. С другой стороны плохо, что работать в теплицах невозможно. Поднималась выше 50 градусов температура. И не спасали никакие сетки. Вот сентябрь, это как раз то самое время, когда я сейчас буду снимать сетки, скручивать, упаковывать. Все пленки на длительное хранение, все дуги собирать, все палочки, все веревочки стирать. Палочки не стирать, конечно, веревочки стирать. И если раньше, я когда сильно не углублялась, была моложе вот в эту вогородную всякую эпопею, я думала, что ой, все, лето кончилось, осенью никакой работы нет в огороде. И действительно, мы иногда, когда были вот совсем молодые, когда я только купила здесь этот дом, мы иногда даже бросали и палочки не прибирали, в сарай не уносили. Но лето кончилось, все, ушли с огорода, избушку на клюшку, и все, приходили только весной. Но теперь-то я поняла, чтобы получить хороший урожай, нужно осенью очень-очень хорошо и много поработать. Самое основное занятие сейчас осенью, это, конечно, подготовка грунта. Подготовка грунта на следующий год. И как я упоминала в предыдущих роликах, что этот год я решила сделать тем годом, когда я буду проводить известкование почвы, то есть буду добавлять туда все любые средства, содержащие кальций, то есть или доломитовую муку, или известь пушонку. И вот эти вот три грядки, это именно уже они прокальцинированные, потому что в этом году я первый раз за много лет нашла несколько томатиков с сухими носиками, то есть с вершинкой. И этой осенью у меня будет работы намного больше, чем обычно, потому что изыскование почвы это процесс трудоемкий и очень дорогостоящий. Если делать все по инструкции, вбивать столько, сколько нужно, он вот стоит около 100 рублей у нас в магазине, взяла 5 пакетов, считай, на полтысячи, хватило только на теплицу и на это, смотрите, идет медведиха. Мэри, иди сюда. Как нравится Мэри в огороде, она после болезни прям такая стала активная, худенькая такая, откармливаем ее. И вот осенью работы будет очень много. Я сейчас, я уже говорила, что сейчас еще немножко с заявками разделаюсь. Я расскажу, как я известкую, как я что осенью добавляю. В том году я рассказывала. И тут важно знать, что можно вместе добавлять, совмещать, что нельзя, что нужно разделить, например, что-то осенью, что-то весной, чтобы наши вещества, которые мы сюда добавляем, не вступили в реакцию между собой и не образовали соединения, которые растения не могут усвоить. Мы-то думаем, что мы все добавили, вроде бы все нормально. Почему вершинка? Оказывается, он кальций вредненький, он не со всеми вместе может быть внесен. Его нужно, я вот специально пораньше начала, чтобы добавить кальций, а потом уже через месяц буду добавлять все остальное. До свидания. Я уже попрощалась и хотела со всем уйти, но проходя вот в придомовой теплице, проползая через эти огурцы, я хочу вам показать, как выглядит завтра 1 сентября огурец зазуля. Смотрите, зазуля, который был мной высажен для получения раннего урожая и который в самые-самые ранние сроки начал давать плоды, до сих пор плодоносит и дает хорошие, свежие, не совсем, обычно вовсе они уж какие-то деформированные плоды, он дает не совсем деформированные плоды, то есть плоды полностью подходят для питания, для салатов. Тут у меня вот эта вот занавеска из томатов опять заросла в придомовой теплице, но томаты все зелененькие, хорошие стоят. А они в прошлом году, у меня вот эти томаты, которые были как целый занавес из томатов, когда жара спала, у них началась вторая волна урожая, и то же самое происходит сейчас с огурцами. Старые листья уже засохли, вот это из пасынков начались новые побеги, и новые побеги уже опять более трех метров. Сейчас посмотрим огурец директор, который я говорила весной, и этот, и этот хорош, но зазулю я всегда хвалю, потому что выращиваю много лет, и посмотрите, какое у него длительное, продолжительное плодоношение. Ну а огурцы в это время года, конечно, никому не нужны, и вы видите, что они брошенные, скажу больше, я их уже не поливаю очень давно, потому что огурцов наелись, и мы не хотим. Но вот это вот я вам показываю, это пасынки директора, короче, директорские дети. Сам директор, он был, огурец вон там посажен, я вам показывала, он от тяжести, потому что вот эти вот, видите, старые плоды гроздьями вот так вот нанизались. Конечно, это очень тяжело, и плети, они сами по себе туда упали. А вот это вот пасынки, которые я еще весной сказала, что при формировании я не убираю ничего, пасынки не убираю, я их сюда вытянула, и новые ниточки, они давали плоды после тех. И вот видите, вот это пасынки директора, они все увешаны вот этими плодами. Ой, конечно, они все не нужны, это когда обилие огурцов, это тоже лишний труд, вот сейчас их нужно все снимать, тащить, собирать в ведра в компостную кучу, их очень-очень много. Но опять же, для тех, кто очень любит огурцы, кому нужно огурцов много, вот что Зазуля, что Директор, можно сказать, они одинаково урожайные. Единственное, что у Директора немного дороговато, продаются семена, но результат в этом году мне тоже понравился, врать не буду. Директорские огурцы, они очень долго, вот сейчас я говорю, накануне сентября, посаженные для получения раннего урожая, до сих пор они, видите, дают плоды. Если убрать вот эти старые, которые вытягивают сок из растений, то они еще будут давать вот такие молодые плоды. Причем ни Зазуля, ни Директор сильно от болезней не загнулись, не засохли. Да, листья у них уже не идеальные, листья уже такие, как и с пятнышками, возможно, тут и паутинный клещ прошелся, может быть, просто им уже не хватает какого-то питания. Но смотрите, они не крючковатые, они все ровненькие, хорошенькие. Вот это еще обзор огурчиков накануне, последний день лета. Продолжение следует...